приветствую себя друзья сегодня коротенькое видео запись нашего разговора сами поймете о чем идет речь кто виноват кто не виноват добрый день подскажите как мне вас называть потому что нам будут сергей да сергей скажите ну я так понимаю я дизелисту звоню да вот а скажите вот мотоблоки которые вот идут я как бы с вами раньше общался вы говорили что все мотоблоки как бы вы обкатываете после того только отдаете это не обкатываем не обкатывать это дело хозяина а ну и проверяем давление все чтобы было параметры в норме и все ну ясно я понял просто что да я понял то есть вы завели запустили проверили они конечно понятненько то просто смотрю там думал как-то это я разговаривал с этим с менеджером с вашим так он говорит что уверял меня что как бы все мотоблоки обкатываются здесь вот у нас на базе проходят обкатку после того мы только их отдаем я говорю ну как же обкатываются если они вносят и человек привезли за пару мотоблок он его сразу фрезу его как вы сразу фрезу он закипел этот бассейный насос заклинил раз он остудил его часа и вот я еще 15 соток допахал спаялась все я руках вы могли а мне вот сказали он обкатан проверен но не обкатан я понял не я я серия не к этому я говорю что он говорит обкатанная мотоблок пришел ко мне фильтр воздушный без масла и даже воды не было в так вот я просто хотим поинтересоваться как же а что что алё как как без без масла фильтр фильтр воздушный там масла не было я сразу же скажите у вас продавец фирма да звоните им если они собирают это все да они покупают а потом мне были звонят люди говорят не так сделано нет зарядки они покупают у нас сами делают сами обкатываю но проверяет нет такого не бывает это не вода вообще не заливалась за заводил мотоблока значит приехал мне водитель выгрузил ну и начал объяснять каким пользоваться зовем мотоблок говорит вот так вот передачи вот так вот это вот это вот но я не скажу что он его перегрел потому что работал он там наверно две-три минуты до пяти там конечно да минут две-три он работал я не думаю что он перегрел его звоните продавцу и ставьте ему как они продают это не наша техника то есть это не ваш мотоблок вообще это не наш через наш вот через меня он не проходил то есть но я так понимаю оптовая база у нас в беларуси 1 вроде бы как больше никто не занимается а они они у этими дилерами менеджерами я встречаюсь таким перепродают продают а кто они как друг другу приходится я не кусах но они мне они мне указывают значит я им звонил вставлял им они мне указывают звоните по номеру в сервисный центр по номеру который указан в книге книги я попадаю да я попадаю к вам то есть как так ну как бы не может быть чтобы это был то есть они у вас берут я так понимаю не собранные нет нет они у нас берут не собраны значит они это было один раз они брали вот я уже второй раз слушаю что нету масла на конвейере этого не делает понятно но в любом случае претензия предъявляется продавцу а не ну там к он же будет я так понимаю вам эти претензии как-то выставлять или мне вот он не озвучит эти претензии я сейчас как раз то я звучу зачем мне слушать за кого-то вся всякая это дребедень которые люди не доделали и продали как под нашим брендом скажем так но это наша техника это мы нечем ответственности равно за нее наш сервисный центр она придет ремонтироваться она придет сюда ко мне да еще сергей еще такой вопрос я хотел уточнить мы с вами как-то общались на эту тему но к общему уду не пришли вчера я звонил вашему менеджеру мы тоже с ним общались немножко поругались он меня значит слушать не захотел я ему знаешь следующее объясняю что мне продал мотоблок вот по фактически я платил за мотоблок как за 12 лошадиных сил мне приходит мотоблок 192 дверитель 90-92 на картере выбиты фактическая мощность всего 10,5 лошадиных сил то есть его пиковая мощность составляет 11,4 но это нагрузка при которой может работать не более там полторы две три минуты максимум до пяти то есть это не является его рабочей мощностью рабочая мощность данного мотоблока 10 и 5 лошадиных сил я ему это объясняю он мне говорит следующее значит мотоблоков таких не существует я могу как же не существует если мы берем россию или украину там стоит мотоблок у него указано 12 лошадиных сил то есть его рабочая мощность 12 лошадиных сил пиковая 13,5 13,5 то есть кратковременная нагрузка 13,5 вы можете посмотреть китайские таблицы реализаторов как продавцов так и оптовых продавцов там все указано он мне доказывает обратное я просто хочу попытаюсь разобраться то есть я заплатил за 12 лошадиных сил за эту мощность потому как фрезу другие мотоблоки не хотят тянуть они греются и очень быстро выходят со строя поэтому я сразу брал мотоболе мне просто интересно действительно ли как сказал вас ваш этот менеджер что их вы ваша компаниях не возит либо это уже проделки продавца который продает мне мотоблок как 10,5 лошадиных сил и выставляет его как 12 нет 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 у нас у нас сразу они заводом изготовителем поставляется сертифицировано 12 лошадиных сил а что на блоке написано 90 92 вот раньше были 10 это четыре года назад там стояло три кольца и плоский поршень был с этого завода идет четыре кольца и в поршни пор камера еще вырезана все вот эти двигатели они поставляют сертифицирован 12 лошадиных сил вот я пытался разобраться у меня с мотоблоком в комплекте идет тех паспортов ну книжечка такая да в ней абсолютно нет никаких данных по 92 двигателю то есть 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 значит 90 и какие-то 115 там или 112 и узнать мощность этого двигателя мне пришлось идти на китайские сайты смотреть там есть таблицы у них по мощностям этих мотоблоков и у когда 92 развивает 11 там чем-то менеджер сказал что да мы округляем их как бы до 12 лошадиных сил я ему говорю что я вам в этих вопросах но точно не помогу ко мне приходит двигатель 90 92 запчасти беру меня их а что они там и как в сертификате с заводом подписывать я в это не посвящен но он как бы продавец как бы мне говорит что вы знаете что я покупаю на оптовой базе он у меня идет как 12 садинных сил я готова продаю так вот если он покупает значит он должен верить сертификат и все остальное что они торгуют вы должны спросить товар сертифицирован этот сегодня даже блин на каждую молнию и тот требует сертификат теперь везде с площадью рядом на косушки пирушку купил три месяца не может завести у коля ну и зачем ты покупаешь приходит это не завелась возьмите другую косу ну еще ни дня не косил уже 200 тысяч за косу заплатил человек плачет ему под всяким предлогом не хотят забрать косу берут каждый день новую два метра прокосит если заведет все опять идет меня то я вам помогу во всем а вот этими разборками да я понял понял сергей я понял все они вас постригли и дали мой телефон на 3 теперь вот это да типа на не это самое не я ему вчера задавал вопрос а как вы говорю реализовывайте технику в это же ваши впоследствии ваши будут разборки то есть продавца и покупателя что вы ссылаетесь на сервисный центр вы думаете вот вы продали испихнули вину на сервис какой-то немножко мутный продавец мне попался и не знаю как как у нас будет сейчас настаиваю во первых я с ними есть вероятность того что у меня там распредвал может быть сломаны или что-нибудь в этом плане а скажите сергей а вот этот вот сертификат который который вам приходит на что это 212 лошадиных сил вы его сами видели или это просто со слов менеджера я конечно же откуда у меня не мастерская приходит техника убитая его ремонтирую все мне менеджеры говорю выговорит белоруссии стены не найдете 195 ярум не я ему говорю вы заберите пожалуйста свой 92 и верните мне за по факту который я оплатил 95 а вы ведь не найдете в беларуси такого потому что у нас нету таких у нас 92 идет как 12 лошадиных сил и все говорит вам никто ничего не поменяет то есть по факту то есть получается что здесь вот если так разобраться то ли это продавцы то ли это оптовые поставки идут уже они идут я вам скажу что и заводы и заводы и вы же меня слушайте четвертый год вот 90 92 которые шли раньше вот эти вести коневые они были диаметр поршня ровно 90 сейчас идет поршень 92 вот в этих уже 4 кольца где фор камера поршень да так сергей 90 который шоу он идет как 10 а 92 он идет как 10 с половиной я понимаю теперь я скажу идут на 185 который 10 и вот этот 12 фреза абсолютно одна и та же разница только в 192 идет сидушка и резиновое колесо а там без сидушки пластиковое колесо фреза одна и та же идет один в значит мотоблок скоро поедет приедут напишем акт значит всех его недостатков акт мы будем писать я все сниму ну а пока кое-какие маневры нужно произвести значит дабы исключить что чтобы меня обвинили в том что я навешивал фрезу и якобы убил мотоблок фрезой там да перегрузил я хочу снять болты и показать что болты еще не откручивались в принципе по фрезе видно вот по этим креплениям что фреза еще ни разу не ставилось да вот видите ну давайте я у меня даже покажу вот вот колесо лежит вот сама фреза здесь видно что она не ставит потому как она еще до конца не доделана то есть я разработал шестерню эту смотрите вот видите шестерня видно что еще в ходу не было я ее разработал как бы рычагом она крутится тут уже вообще полежала ничего не крутится ну вот как видите я ее не ставил потому как здесь нужно первых вот этот стопор который здесь находится он очень слабо держится и все время пытается вот уйти видите вот я его подвину и он уже соскакивает то есть не факт что эта шестерня не уйдет за пределы этого стопора вместе с этим штопором и не натворить там беды какой-нибудь ну и здесь должен быть вот здесь вот есть отверстие просто сейчас не могу сдвинуть сдвинуть здесь вот в этом валу есть отверстие там стоит пружинка с шариком который фиксирует ту шестерню и нету поэтому я ничего не ставил в реальном времени поэтому чтобы меня потом не обвинил никто что я что-то вырезал значит вот мы наблюдаем болты они не откручивались все заводской краски то есть видно что фреза не ставилась дабы никто потом мне не сказал что я сюда ставил фрезу но чтобы мне не сказал никто опять же что видео я снял раньше то я вот передвигаюсь на клапанную крышку откручиваю и показываю что по факту клапанул там нет они уже вот как вы видите они уже отломаны вот крепление клапану сначала наполняем радиатор водой и пытаемся прокрутить дабы убедиться в отсутствии пузырьков да здесь компрессия конечно и прокрутить не так то его и легко нет не видно чтобы шли пузыри я так понимаю что голова не повреждена потому как компрессия сохранилась полностью так берем штанги таким образом мы должны будем убедиться что распредвал его привод ну если привод либо распредвал будет поврежден то у нас однозначно штанги двигаться не будут так есть пошла эта штанга мы увидели поменяю ракурс потому что а мы не видим черт она пошла и они оба ушли я не заметил когда крутил одна пошла и вторая и так друзья причину принципе я определил сейчас я вам покажу мы видим как стоят регулировочные болты то есть один а второй очень сильно один утоплен второй наоборот соответственно клапан поднялся штанга стала ему вот так клапан закрылся получился удар вероятность того что сорвнут клапан есть конечно ну а учитывая недостатки то как они мотоблоки реализуют это я считаю прямое нарушение прав потребителя то есть мотоблоки недоукомплектованы собраны как попало масла не залиты вода не залито черти знает что творится вообще фары не работают зарядки нет там вообще страшная куча косяков а потом из этого все это получается